Сегодня мы в гостях у наших друзей по поводу новых компонентов серии Element компании Matrix Audio. Это стример-транспорт Element S, стример с ЦАП и предусилителем Element X2 Pure и усилитель мощности Element P2. Вся эта аппаратура аудиофильского уровня для систем в диапазоне от высококлассных до ультимативных. Дополнительным стимулом сделать это интервью с экспертом по Матриксам послужили итоги нескольких прослушиваний у нас в шоуруме Пульт.ру, в рамках которых выяснилось, что новые устройства Матрикс Аудио умудрились обыграть некоторых более дорогих собратьев весьма именитых марок. Михаил, привет! Привет! Ну, давай сразу разочаруем наших зрителей информацией о том, что компания Матрикс Аудио, она вообще-то китайская, и история ее создания, ну, банальная до безумия, потому что, по крайней мере, так заявляется на сайте компании, что три школьных друга очень любили хороший звук, решили создавать аппаратуру, и в 2006 году зарегистрировали, поправьтесь, я не прав. Шестой, и там немножко такая сложная история создания, то есть они в шестом году, это была именно идея, а в этом году компания отмечает десятилетие именно существования компании в том виде, в каком мы ее знаем. Как компания, которая уже что-то производит, да, потому что у них история логотипов начинается именно с шестого года. Именно с шестого года. Получается, что они логотипы подготовили заранее, что ли, а потом начали производство, то есть они сделали всю базу, так что ли? Я сам до конца вот эту историю не понимаю, но логотипы как раз отражают этапы становления компании, что одним цветом, ну, это, очевидно, китайская традиция, да, одним цветом и одними формами они показывают, что это молодая развивающая компания, которая ищет свой путь, а нынешний уже логотип показывает, что компания в солидном возрасте, приобрела статус, уверенно движется вперед, знает, что делает и обладает весовым авторитетом на рынке. А вообще изначально эта компания целилась, точнее, создавалась как некий между собой человек энтузиастов, который перерос во что-то, или они целились все-таки изначально на какой-то международный рынок, там какие-то серьезные были амбиции у людей? Ну, зная рынок именно Китая, я думаю, что любая компания ставит в первую очередь это завоевать местную локальную публику, и первыми их продуктами были именно цифроаналоговые преобразователи для очень высококачественного воспроизведения музыки. Окей, я не буду просить назвать тебя их имена, потому что правильно по-китайски это практически невозможно. Вопрос, вот трое этих ребят, они бизнесмены или проектировщики? Проектировщики. То есть, все три специалиста именно в своей области? Ну, я, к сожалению, пока мы настолько близко с ними не познакомились, но точно знаю, что любые технические вопросы, вот какими бы сложными или там запутанными они не были, мы максимально быстро получаем обратную связь, в общем, подробное, точное каждый раз объяснение. То есть, прям с ними, да? Да. Отлично. Ну, с кем-то из них, то есть я... Ну, в смысле, не секретарем, не с менеджером, а вот... Ну, да, там связь прям очень близкая и качественная. И, соответственно, у них есть свой же завод там в Китае, они там все производят, ну, понятно, там кроме чипов покупных, то есть у них фабрика полного цикла, которая... Вот эта фабрика как раз находится в провинции Шаньси, и было интересно изучить, что это вот сердце Китая, где как раз там несколько тысячелетий назад пошла китайская цивилизация оттуда. На нулевом километре стоит. Да, да, да. И на данный момент это как раз такая силиконовая долина Китая. То есть, там самые высокотехнологичные производства, разработки, оборонка, космос и Матрикс Аудио. Компания, в принципе, делает цифроаналоговые конверторы и, ну, какие-то аксессуары для них. С этого начиналось или это была их цель, и дальше они, в принципе, пока что, ну, глобально развиваться не будут с точки зрения ассортимента? Ну, мы как раз сейчас находимся на этапе расширения ассортимента компании. Несколько лет назад стало понятно, что ЦАП в чистом виде уже становится менее интересным публике, особенно за рубежом, в том числе Китая, да, если мы говорим про общий мировой рынок. Стали появляться комбинированные решения, когда ЦАПы научились стримить музыку из интернета по домашней локальной сети. И, конечно, хай-энд традиция говорит о том, что подобные процессы лучше разделять. Но, опять же, дизайн, удобство использования диктует обратную ситуацию, когда вот все в одном, комбинированное устройство. Ну, собственно, современные же аппараты позволяют передавать сигналы без умерщвления внутри одной коробки. То есть, по сути своей, традиция, когда для каждой задачи ставится одна своя коробочка, это, ну, некий стереотип, верно? Люди привыкли, что если хай-энд, то вот много-много ящиков, между ними толстые провода. Но мы здесь видим, что вот новые аппараты Matrix Audio, там несколько функций совмещено. Вот, допустим, стример с усилителем, и все это, в принципе, прекрасно работает. Кстати, ради этих трех аппаратов мы сегодня и собрались. Михаил Любезов согласился нам предоставить информацию, и сейчас мы начнем с младшей модели Matrix Audio Element S. Вот она стоит сверху, вот эта вот коробочка. Итак, техническая справка. Matrix Element S — это компактный цифровой транспорт с функциями автономного файлового плеера и стримера. Аппарат поддерживает все популярные потоковые сервисы, а с локальных источников, вроде USB-накопителя, компьютера или NAS, может воспроизводить фактически любой контент, в том числе MQA и TSD. Однако Element S — это только транспорт. Весь полученный и декодированный цифровой сигнал аппарат передает на внешний цифроаналоговый конвертер. Делать он это может как через классические цифровые интерфейсы, включая балансный IES и USB, так и знакомый далеко не всем iSquad S. Управляется аппарат через фирменное приложение для смартфона или планшета, а также через графический интерфейс на передней панели с отдельными сенсорными кнопками. Таким образом, у Element S есть фактически все возможные способы вывода цифрового сигнала на внешний цифроаналоговый преобразователь. Зачем сюда поставили еще и iSquad S? Ну, это слышно. То есть, если партнером Element S выступает либо родной ЦАП, например, вот как в этой системе сейчас, X2 Pure, либо какой-то другой цифроаналоговый преобразователь, у которого есть интерфейс iSquad S, то это лучший на сегодняшний день способ передачи цифровых данных от одного цифрового аудиоустройства до другого. Я несколько раз тестировал на разных системах, сравнивал. USB все-таки чуть-чуть уступает, если это один и тот же сетап, и есть возможность соединить iSquad S и USB. Причем здесь как раз экспериментируя с разными кабелями разных ценовых категорий, убеждаешься именно в превосходстве формата стандарта, а не кабельных решений. Потому что, например, дорогой, качественный, известный, авторитетный USB кабель все равно проиграет не самому стоковому, но не очень дорогому бюджетному HDMI кабелю. Потому что iSquad S у Matrix Audio решен, как и у большинства на сегодняшний день, на HDMI разъемах. Хотя, естественно, HDMI не является и ни IRC, ни Apple TV туда подключать нельзя. Распайка там совершенно другая, но просто сам формат... Да, кстати, о распайке. Чтобы не было сомнений, Matrix Audio программно можно переключаться на все существующие виды, их темп, по-моему, 4 сейчас. Это делается в меню настройки. В меню настройки, да. Я просто хотел пояснить нашим зрителям, что HDMI – это изначально сам по себе стандарт, который создавался для очень сильного противостояния помехам, для видеосигнала на огромных частотах. Поэтому и для передачи аудиосигнала этот кабель подходит, ну, пожалуй, наилучшим образом. Собственно, поэтому на нем и реализовали iSquad S, который кто-то его называет i2s, кто-то i2s, кто-то LDVs, ну, правильно... LDVs, да. Кстати, на Matrix Audio оба... То же самое, да. Но правильное название iSquad S. Ну, и, соответственно, получается, что хваленый студийный балансный цифровой выход iS и BU, он фактически сделал, ну, уже для совместимости, поскольку есть iSquad S и на втором месте USB, да, который можно использовать и для DSD, и для PCM, потому что через iS DSD уже даже передать нельзя. То есть... В native режиме, через DOP, то ли. Ну, конвертировать данные. То есть, по сути, iS тут уже некий вчерашний день, который просто есть, чтобы был. Ну, здесь вот именно модель S, вот эта, да, выступает в качестве такой палочки-выручалочки. Это очень хорошего апгрейда любой системы. И ни в коем случае не хочется создать впечатление, что это вот для... Хорошо подходит для Matrix Audio или для каких-то современных ЦАПов. Но если ЦАП, скажем там, очень качественный, хороший, от которого пока мы еще не планируем избавляться с системы, но ему лет 20-15, и вот самый лучший интерфейс у него iS и BU, то, естественно, что подключение вот этого транспорта, стримера к такой системе просто даст ей новую жизнь. У вас появляется отличный источник звука, более удобный, например, чем компьютер или какой-то старый проигрыватель. Здесь мы можем воспроизводить потоковые сервисы, вот эти самые современные, самые лучшие. Caboost, Tidal, Hi-Res Audio вот недавно появился. Опять же, интерфейс программы на русском языке полностью переведен. И у приложения, и у экранного меню. У экранного меню ждем. Вот должно выйти еще и для экранного меню. Мы уже перевели, просто ждем обновления прошивки. Опять же, RUN совместимость. Вот со дня на день мы ждем, когда он просто требует сейчас подтверждения сертификации RUN. Он абсолютно точно будет RUN ready. Причем именно в лучшем его виде, как RUN Advanced Audio Transport. То есть, поддерживающий все возможности RUN. Так что, это хороший способ обновить любую систему. Потому что, например, многие любители хорошего звука где-то несколько лет назад приобретали себе интегральные усилители со встроенным ЦАПом. С цифровыми входами, с USB, но без триммера. А входы разные. У кого-то лучший вход будет вот так, как раз ASU и БУ. У кого-то USB. Например, есть замечательные интегральные усилители из Англии. У которого есть ЦАП, но у этого ЦАПа только USB вход. Ну, вот так решили англичане. И тогда этот транспорт отличное, недорогое, кстати говоря, решение. Вот даже вот в рамках модельного ряда Matrix Audio. Один из самых недорогих продуктов. Но потому что это чистый цифровой источник звука. Без ЦАПа на борту. И таким образом, вот такой хороший аналоговый усилитель с ЦАПом на борту вдруг еще и становится стримером. То есть, еще раз, для наших зрителей, если у кого-то есть, например, ЦАП с входом USB типа B, вот такой, как для бинтера, грубо говоря, который надо подключать к компьютеру. И, соответственно, если он покупает элемент S, то элемент S для этого ЦАПа прикидывается компьютером и передает без участия компьютера цифровой сигнал по USB со стримера на этот ЦАП через USB, вот через стандартный провод типа АБ. Верно? Да, и здесь как раз в отличие от соединения по СЕБУ уже будет и синхронное соединение. А на борту ЭСКе аж целых два тактового генератора высочайшего качества, раздельно работающих для форматов CD 44.1 и, соответственно, 88.2. Ну да, ну красный. И другой тоже, а оба фемтосекундные, тактовый генератор уже для 48.2 и так далее. До, в Native, вот в родном разрешении, вплоть до 32 бита 760 кГц. Да, ну и еще раз можно повторить, что, соответственно, через USB даже таким способом можно передавать DSD поток без промежуственной конвертации в PC. Если ЦАП это принимает, опять же, если ЦАП умеет работать с DSD, то до 512 в Native. На сайте Матрикса, помимо, собственно, стримеров и ЦАПов, есть раздел с аксессуарами. Там есть PCI Ethernet интерфейс, USB кабель и прочее. По твоему опыту, насколько чутко реагирует элемент, ну и, собственно, и новый, и старый, на замену кабелей, на использование специальных свечей и так далее, и так далее. Я имею в виду Ethernet свечей. Ну, то есть, можно ли обычному человеку принести этот аппарат домой, воткнуть его в обычный роутер, подключить обычным USB кабелем и получить, ну, сколько-нибудь приличный звук. Или еще надо цену стримера в кабель в звук дополнительно. Ну, что удалось заметить, вот мы два года работаем с этой компанией, с ее изделиями. Во-первых, первое, на что мы обратили внимание, все очень качественно и уделено внимание всем мелочам. То есть, питание здесь на высшем уровне. Как правило, это линейные высококачественные блоки питания. И если мы им даем тоже подготовленное питание, например, через консоли чистого питания, какие-то фильтрующие, да, то звук становится лучше. Ты не мог не прорекламировать. Звук становится лучше, безусловно. Вопрос, насколько, вопрос целесообразности, да, каждый решает сам для себя. Для этого как раз существуют демозалы, куда можно прийти и послушать при помощи опытных экспертов, помощников. Вот, но вот именно история с разного типа кабелями, как говорил уже, что оказалось, что более простой HDMI звучит лучше, чем дорогой USB. Если у нас есть возможность перейти на вот это вот ISQDS соединение, то здесь некое читерство, да, вроде бы мы экономим. Но если мы ставим на ISQDS HDMI соответствующего уровня, как был, например, USB, да, в этом эксперименте, звук становится еще лучше. То есть, каждый раз мы слышим, слышим. И здесь работает, ну, такое правило золотого сечения. То есть, аксессуары должны быть на уровне. То есть, они не должны там как-то безумно превышать стоимость компонентов. Но до определенного уровня мы, безусловно, повышаем качество звучания. Тоже касается сетевых кабелей питания. С ланг-кабелями тоже интересная история. Недавно, это мы не сами обратили внимание, нам, да, многие, конечно, смеются, когда начинаешь... Я вот уже улыбаюсь. Ну, слышно же, слышно. Мы уже нескольких системных администраторов поставили, наверное, в такой тупик, что люди там сон потеряли. Как это так? А почему, да? Да, а почему, чем это объясняется? Ну, может, банальное экранирование, качество медиаматериалов. Ну, то есть, чисто физические процессы. Копий на эту тему сломано очень много. И в нашей благосфере, и в международной. Так что не будем сейчас подбрасывать дрова в этот костер. Просто, что называется, приходите и сами послушайте. Но есть одна особенность именно у Матрикс Аудио, которую подметил наш клиент. Вот буквально на прошлой неделе мне позвонил. Человек, есть уже Матрикс Аудио, стример. Ай-2, по-моему. И вот он стал экспериментировать с лан-кабелями. Вот он слышал разницу между обычным, условно говоря, принтерным кабелем в такой средней, низкой ценовой категории, но уже подготовленным аудио лан-кабелем. Уже в цветной оплетке, да? Да, уже в цветной оплетке. И дали ему на тестирование такой, ну, скажем, ценовой категории 60+, за лан-кабель. В коробочке. Да, в коробочке. И вот он услышал разницу, что есть разница, есть разница, есть все лучше, лучше звук становится. Он ее слышал до покупки или после? Вот я подробности уже не знаю. Просто если до покупки, то доверю. Если после, то обычно идет оправдание вложенных денег. Но там другая история. И вот для того, чтобы прямо найти вот эту референсную точку отсчета, да, он переключил стример на Wi-Fi. Ну, мы все знаем, кто постоянно экспериментирует с улучшениями звучания системы, что первый шаг, чтобы улучшить качество звука, надо Wi-Fi выключить. Вообще полностью выделяли. Да, да. Он включает Wi-Fi, вынимает кабель, звук становится лучше. Кабель на тот момент был вот этот вот дешевый, самодельный, принтерный, условно говоря. А как это? Это значит, Матрикс Аудио постарались и сделали очень хороший Wi-Fi модуль. И он здесь двух диапазонный, здесь пятерка и 2,4. Он реально очень хорошо бьет, то есть там последним отрывается от антенны, достаточно дальнобойный. И оказывается еще и музыкальный. Потому что это вот первый случай. Я потом, естественно, как только я получил этот звонок, сам начал сравнивать, тоже услышал этот эффект. То есть он где-то наравне, вот Wi-Fi модуль по качеству звука, здесь работает где-то... Со средним кабелем? Со кабелем, ну, скажем так, до 10 тысяч за двухметровую образец. Лан-кабелем. Да, лан-кабелем. Но, конечно, кабели, вот те самые, о которых я говорил, они играют лучше, чем встроенные Wi-Fi модули в этот аппарат. Но вот это такая, что называется, опять же, читерство, приятная новость, что вот оказывается мы можем вот таким образом бесплатно и получить очень качественные звонки. Но все равно, наверное, из-за питания, из-за каких-то особенностей наводок в доме, расположенных рядом производств кабельных линий, все равно лучше поэкспериментировать. Конечно, конечно. Просто это вот такое отдельное наблюдение. Вот отдельный такой факт. То есть, что есть такая лазейка, которую можно попробовать и вдруг получится. Потому что у меня, например, когда я первый раз услышал вот эту вредность влияния лан-кабелей и свечей дешевых с импульсными блоками питания, у меня вообще родилась такая безумная идея, что вот, ну, по крайней мере, на тех стримерах, которые это поддерживают, где нет необходимости постоянно держать связь с приложением. Записывать на флешку тот сборник, который я сейчас хочу послушать, втыкать флешку, запускать воспроизведение и выключать лан-кабель с выключенным, естественно, Wi-Fi модулем. Вот на некоторых стримерах это был лучший способ получить максимальный качественный звонок. Ну, сейчас так уже не надо. Ну, по крайней мере, на Матриксах так не надо. К счастью, к счастью, к счастью. Друзья, кстати говоря, Михаил не зря поднимает вопрос питания, потому что вот эти ребята, которые мы приехали, они делают легендарные пауэр-грипы консоли чистого электропитания. И мы снимали про это репортаж. Ссылочка есть здесь. И, в общем-то, познание про то, каким должно быть электропитание, у Михаила есть, поэтому это не пустые слова. Идем дальше. Матрикс Аудио Элемент X2 Pure. Матрикс Элемент X2 Pure – это дальнейшее развитие модели Элемент X2. Флагманский на сегодня стример со встроенным ЦАП и предусилителем. Аппарат сочетает в себе возможности Элемент X и отличный аудиофильский ЦАП на базе двух чипов ESS 9039 Pro. Балансная схемотехника дополнена средствами подавления джиттера и наводок. Служит этой цели и высокоточный линейный блок питания на базе действительно тороидального трансформатора. Вывести аналоговый сигнал на внешний усилитель можно через балансные и небалансные выходы. Ну вот если посмотреть на X2 и X2 Pure, внешне они фактически одинаковые, только у Pure нет выхода на наушники. Верно. Можно ли считать, что это по сути одинаковое устройство, но только Pure мы его назвали, потому что убрали лишнее, вроде наушникового усилителя. Ну вот собственно и на этом все кончилось. Ну на первый взгляд это кажется так, но на самом деле два совершенно разных аппарата. Просто сделаны в общем корпусе, очень похожий дизайн. Спереди мы смотрим, действительно просто нет выхода на наушники, соответственно внутри нет шикарного усилителя наушников, мощный, качественный. Который был в обычном X2. Да, с восьмию каскадами. Ну реально хороший, да. Да, очень хороший усилитель наушников, качающий любые самые тугие уши. Вот тут его не стало. А смотришь на цену дороже. А цена выросла. Да, выросла. Что же не так? Сколько он сейчас? 450? 450 это X2 Pure, а 400 соответственно просто X2. В чем тогда пюрость получается? Ну да. Открываешь крышку и вдруг выясняется. Не один, а два ЦАПа, два чипа. Причем старших. Это новый флагман ESS Technologies 9039. И по одному на канал. Плюс их обвязка намного лучше прокачана. Они заэкранированы специальным экраном. Питание переработано полностью. То есть в X2 пять разных точек изменения питания. И первый блок питания там трансформатор на ротель, конденсатор и не чекон. То есть все такое очень хорошее, аудиофильское. Все как по фэншую. Но в X2 Pure уже у нас за вот этот линейный блок питания отвечает именно О-образный трансформатор. Прям идеальный тор. Идеальный тор, да. Прям кружочек. Здесь лучше магнитный поток, меньше шумов и так далее. То есть это реально лучший работающий трансформатор. И дальше нигде мы не встречаем импульсников. То есть на все пять точек это все линейные ЛДО блоки питания. То есть преобразователи там постоянное в постоянное для разных блоков. То есть питание полностью пересмотрено, переработано. Также лучшая экранировка. Кабельная проводка полностью другая. Там более качественная. С тефлоновой изоляцией. Медь другая. И еще несколько таких более серьезных. Более таких мелких, но важных изменений. Сейчас просто уже все перечислять. Времени не хватит. А внешне это еще и антивибрационные ножки. Это которые керамические? С шариками, да. Если здесь просто хорошие у X2 обычного, просто хорошие алюминиевые ножки с резиной прокладочкой антивибрационной. То там в X2 Pure это целая сложная конструкция, такая многоэтажная. Ну и такие же, если не ошибаюсь, стоят и у элемента S нового, да? У элемента, у усилителей. А, у усилителя P2 есть. Такие же. О ней уже позже поговорим. То есть, по сути, конструкторы элемента X2 Pure отобрали хлеб у производителей этих опциональных антивибрационных ножек, которые рекомендуют подтыкать под даже компоненты. Ну да. Здесь каждый, наверное, сам для себя решит. Потому что, когда у нас большой тор-блок питания, очевидно, лишние антивибрационные решения не помешают. Хуже не будет точно. Хуже не будет. Но, по крайней мере, уже со старта из коробочки вам дают вот такую вот штукенцию. Да, вспомнил еще одна важная вещь – это соединение внутри между цепями без использования конденсаторов. То есть, здесь вот такое аудиофильское решение, которое ранее я встречал у аппаратов уровня Бурмистера, Макентош, Марк Левинсон. Выровняли потенциалы, так все синхронизировали. Внутри еще на операционных усилителях, да, соединение без использования конденсаторов. Вот такое вот интересное. То есть, это из такого глубокого тяжелого хай-энд взятые решения применяются в X2 Pure. То есть, в обычном X2 их нет таких. Вот здесь есть такое решение. А усилитель для наушников чем помешал? Ну, я так понимаю, освободили место. Ну, или будет отдельный блок, который… Да, и, наверное, все-таки про мониторинг рынок, что X2-то остается же в подарочке. Да, то есть, они правильные идут. Нужно комбоустройство, где у нас есть хороший транспорт, хороший усилитель для наушников, хороший ЦАП, и это три в одном, то, пожалуйста, это X2. Это предхай-эндный уровень, грубо говоря, чистый. Да, отличный за свои деньги, отличное решение, вот три в одном. А X2 Pure – это уже у нас чисто хай-энд, но если нужны наушники, то, пожалуйста, внешний усилитель. Опять же, были вопросы, вот, например, если параллельно с X2 Pure же вышел S, и вроде бы дублирование. То есть, вроде бы здесь есть стример, тут есть стример, зачем дополнительный? Ну, и следующий вопрос был, вот S и X2 Pure, правильно ли я понимаю, что S засунули в корпус чуть побольше, добавили ЦАП и добавили, соответственно, предусилители, и получился вот X2 Pure? Или это, в принципе, на уровне стримера тоже разные устройства? Разные устройства, да. Опять же, здесь тактовый генератор другого один на оба формата квантования, да, а здесь их два, в S2. В S2? Да, и они другого уровня, другого производителя, то есть, они оба фемптосекундные, но и там, и там. Но разница есть, она слышна, и она как раз вот слышна на прирост, собственно, в бюджете системы. То есть, это очень хороший такой кубик для того, чтобы построить систему более высокого уровня. И можно делать это поэтапно. То есть, изначально, например, система берется X2 Pure, как хороший пред, мы же не забываем там еще аналоговая предварительная часть. Да, есть два выхода, собственно, можно один подать на мощник или на какой-то коммутатор, а со второго выхода брать как раз наушниковый сигнал на внешний усилитель для наушников, там, собственно, проблем. Ну, либо вообще в системе может не быть наушников, некоторые не любят вот это. Если вдруг они есть, то да. А следующим этапом это вот транспорт отдельно, как вот в этой системе сейчас, и прирост прямо будет, ну, заметен, ощутим. Все-таки будет лучше изучать. То есть, правильно ли я понимаю, что если сравнивать именно как транспорты в чистом виде, хотя непонятно, зачем покупать X2 Pure, чтобы его брать как транспорт, но, тем не менее, если его брать как транспорт и сравнивать с Element S, у них разница есть? А тут уже не получится брать его как транспорт, потому что... Потому что нет выхода. Да, принципиально вот у Matrix Audio, это один из первых вопросов, которые нам задают, а вот есть ли цифровой выход. Нет-нет, и есть этому объяснение, потому что компания Matrix Audio, это в первую очередь очень хорошие ЦАПы. То есть, это финальное цифровое устройство. То есть, если вы купили ЦАП, пользуетесь ЦАПом, вам как бы... Да, зачем вам к ЦАПу подключать еще какой-то другой ЦАП? Ну, логично, в общем-то. В конце концов, они для этого и дали выбор, чтобы можно было использовать либо с внешним ЦАПом, да, либо со встроенным. Да. Идем дальше. Усилители P2. Вот аж две штуки, я смотрю, ты поставил. Я даже догадываюсь, почему. Окей, ну, по традиции, техническая справка. Matrix Element P2 — это двухканальный усилитель мощности класса D, построенный на модуле IcePower 250 ASX2. Работая на реальном музыкальном материале, но при уровне гармонических искажений 1%, аппарат способен выдать 110 Вт на канал с нагрузкой 8 Ом, или вдвое большее на 4 Омной нагрузке. Ну, а при меньших значениях мощности уровень гармонических искажений измеряется тысячными долями процента. Усилитель оснащен как балансными, так и небалансными входами, и может управляться в том числе через сигналы триггера. Одной из особенностей аппарата является возможность его переключения в мостовой режим, что сделает его моноблоком с честной отдачей более 400 Вт при 8 Омной нагрузке и минимальных искажениях. Миш, ну скажи честно, вот стоит P2 стоимостью около 165 тысяч рублей. Совершенно верно. Вот честно, это, грубо говоря, была выпущена эта модель как добавка к X2 или X2 Pure, чтобы можно было создать единую по стилистике и габаритам систему. Или если даже вот кто-то к тебе придет и скажет, посоветуй хороший усилитель, ты скажешь, что это да, это хороший усилитель за свою цену, не глядя на бренд, просто хороший усилитель. Даже несмотря на то, что он класса D, это все понятно. То есть мы сейчас говорим не про концепт усиления, а именно про сам аппарат. Если заклеить шильдик, это за свою цену хороший аппарат? Однозначно за свою цену хороший, но я все-таки стараюсь, друзья меня спрашивают, коллеги, клиенты, я всегда говорю, ребята, есть комната прослушивания, приходите, послушайте. У каждого свой вкус, в том числе и музыкальный. И на вкус, на цвет все фломастеры разные. Поэтому это однозначно достойный вариант для того, чтобы его рассмотреть, но опять же он в стилистике не только внешней Матрикс Аудио. И звучание тоже этого усилителя мощности, оно близкое именно по духу к звучанию любого изделия от Матрикс Аудио. Поэтому если вы принимаете их подход к звуку, несомненно, у компании Матрикс Аудио есть собственный почерк. Если вы принимаете этот почерк на базе ЦАПов, на базе усилителей для наушников, то однозначно вам зайдет звучание P2, как усилители. То есть, я правильно понимаю, что ведь этот аппарат построен на модулях Ice Power, по сути, готовых, да? То есть, это не просто корпус, в который воткнули Ice Power и блок питания и сигнал наружу выпустили. Что вы там еще покладовали? Конечно, покладовали. Мы с вами обязательно посмотрим и обязательно откроем. Но я слышал усилители других производителей на базе Ice Power, и они все звучат по-разному. Поэтому однозначно здесь есть. Теперь вот системы. Колоночки поставили поуже, но просто для того, чтобы их было видно на камеру. Здесь их стоят две штуки, как можно увидеть. И они, очевидно, подключены в режиме моноблоков. Да, здесь, то есть, поскольку такая возможность есть, переключается каждый аппарат в режим моноблока, получает сигнал только для своего канала и отдает один моноблок на одну колонку сигнал, второй моноблок, соответственно, на вторую. В чем смысл помимо мощности? Потому что с мощностью, я так понимаю, что здесь проблем нет. И эти мониторы аудиоплатинам... Они прям требуют, чтобы... Даже один раскачает легко. В чем смысл? Ну, кроме того, что продать два усилителя. В этом всегда смысл. Это да. На самом деле, вот за что люблю Матрикс Аудио, ребята очень честные. И здесь мощности, как говорится, достаточно действительно и у одного аппарата. Если мы подключаем к акустике этой ценовой категории с нормальной, там, понятной требуемой мощностью, то есть, когда колонка хорошо, адекватно реагирует на 100-150 ватт, то действительно одного аппарата достаточно. Но здесь не все так просто. Если вот в классической вот этой АБ топологии мы делаем мост, как правило, у нас мощность увеличивается, ну, почти в два раза, но искажение вырастает почти в четыре раза, то здесь с этим D-классом, с этим решением происходит немножко по-другому. При переключении в режим моно каждый из этих двух усилителей становится балансным. Именно балансный усилитель мощности. Достаточно редкая штукенция. Тем более в классе D. Тем более в классе D, да. И звучание, я тут экспериментировал, если, опять же, акустика позволяет вот такие тонкие нюансы услышать, это позволяет однозначно, да, то мы слышим не банальный прирост мощности или контроля за басовиком, а мы слышим больше деталей, больше нюансов. У нас как бы вот это вот черное, так называемый вот этот вот сейчас модный термин появился, да, где-то там несколько лет назад. Черное полотно за сценой. Вот оно становится чернее, грубо говоря. Именно когда используются два моноблока, и каждый из них становится балансным. Ну, то есть, иными словами, покупая два таких усилителя, меломан получает не более мощный усилитель за 330 тысяч рублей, а более мощный усилитель за чуть больше денег, ну, эквивалент, я имею в виду, по классу, с точки зрения восприятия его качества, потому что они переходят в балансный режим, и получаем два балансных моноблока. Тем более у нас, если вот тракт именно тот, в котором ты сейчас видишь, это очень крутой транспорт, отдельный. Айс КВДС, оно само по себе синхронизировано, балансное соединение, на ЦАП, у которого два ЦАПа, на правый-левый канал. И дальше мы делаем два моноблока. Опять же, здесь все соединения балансные, то есть, у нас полностью балансная система. Опять же, про дизайн и стилистику. Серия элемент входит, помимо новых этих моделей, еще i2, это базовый начальный стример. Но все равно это уже три в одном, это очень хороший учитель наушников, хороший стример-транспорт с приложением на русском языке, с удобными вот этими коммуникациями, кабуз, тайдл, хайрис аудио, интернет-радио, кстати, в CD-качестве. Здесь вот передайс есть, да, радио передайс. Опять же, здесь есть прослушивание, просмотр домашней коллекции именно в качестве каталогизатора. То есть, то, что у тебя лежит дома на компьютере, на NAS'е, на флешке, да, все это в общую коллекцию. С обложечками, с тегами, с композиторами, исполнителями, альбомами. И все это ты видишь, да. И если мы берем даже вот это i2, там уже вся эта красота есть. И, несмотря на то, что, может быть, по размеру они не будут совпадать, но это можно как-то красиво поставить или рядом, на разных полочках, да, то для него отличным партнером будет именно один P2. Его будет просто достаточно. Да, опять же, учитывая баланс золотой сечения системы, у нас там стример до 200 тысяч, у нас усилитель до 200 тысяч, скорее всего, колонки тоже будут где-то в этом же пределе. Ну, и вряд ли будет студийное помещение с идеальной акустикой. Да, и вряд ли оно будет огромное. И мы экспериментировали с разными колонками, то есть, грубо говоря, вот колонки там для помещения от 15 квадратных метров площади до 35, и вот почти все варианты акустических систем в таком форм-факторе P2 отлично обслуживает. То есть, отлично он контролирует басовики, отличная сцена, все вот это вот. То есть, как бы это очень хорошее сеть, мощный как один, да. Но, опять же, это хороший задел на будущее. Мы все любим получать подарки, любим себя радовать не только вот в день покупки там какого-то аппарата, но через год, да, через два. 23 февраля, Новый год, день рождения. То есть, это хороший задел на то, чтобы дальше-дальше развивать свою систему. Если комната станет получше, новая акустика появится, может быть, чуть-чуть меньше чувствительности. Ну, собственно, если-если-если, если что-то произойдет, покупается... То есть, нужно расставаться там целиком, да, а просто добавить, да, добавить второй. Подключается уже, и все получается. И, опять же, это уже не банальное удвоение мощности, а все-таки лучше звук будет. Спасибо, Михаил. А вам, друзья, спасибо, что были с нами. Приезжайте послушать новинки от Matrix Audio в салоны Pult.ru. А на сегодня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!